Сегодня мы решали несколько задач. Я рад, что решили, так скажем, одну из самых главных, это результат. Но кроме этого, конечно, мне хочется подвести всех под один знаменатель. Что сегодня у нас получилось, то, что мы хотели забить быстрые голы и взять игру под контроль. Поэтому скажу так, что первая часть получилась на отлично, а вот взять игру под контроль, к сожалению, мне хотелось больше команды. Но я сегодня был спокоен, потому что я понимаю, что нельзя распыляться. И сегодня надо беречь как ребятам физические силы, так и эмоционально для того, чтобы выступить удачно в ответной встрече. А команда вернулась из Австрии вчера вечером? Повлияло ли это, что так поздно вернулись на подготовку к этому матчу? Ну, знаете, если бы мы не выиграли сегодня, я, может, что-то бы сказал. Ну, еще раз говорю, что мелочей не бывает, все влияет. Но я не могу сказать, что это настолько сильно повлияло. Ведь многие ребята, так скажем, не играли, кто-то находился здесь. Поэтому говорить о том, что что-то влияло, что-то не влияло, естественно, и жара влияла. Но у соперника свои задачи, понимаете. Команда, так скажем, не настолько укомплектована, сбалансирована. Поэтому нам говорят сейчас на фоне Академии, что у нас еще тут свои проблемы. Я думаю, что у них проблем не меньше. Поэтому я считаю, что вот вышли у нас молодых много ребят. И там соревнуйтесь, показывайте. Ведь, знаете, дорога. Ну, так мы дойдем до того, что будем вообще пыль сдувать футболистов. Это их работа, поэтому надо терпеть, трудиться. И они хотят попасть в основной состав. Поэтому вот через такие матчи пусть показывают себя и пробивают себе дорогу. Вы считаете, что Келпиала должен был получить сразу красную карточку в этом эпизоде за то, что целенаправленной рукой выпал мяча? Ну, как нам пояснили, что мяч не шел в створ ворот, а шел мимо. Поэтому судья показал красную, не показал желтую карточку. Я, знаете, пункта правил такого, ну, не знаю, если вот меня разъяснят или покажут, тогда и вопросы отпадут. А так сказать, что хотел бы, чтобы футболист получил красную, тогда бы, наверное, вообще было бы несправедливо в начале игры команду оставить в меньшинстве. Поэтому скажу так, что главное, что есть результат. Поэтому мы на это сейчас не будем обращать внимания. Как вы цените шансы Зима в бомбетном матче с притиком после такого результата на победе? Ну, скажу, что шансы отличные. Самое главное, ими воспользоваться. Вся команда в сборе для стриксов впереди? Ну, у нас еще есть три дня, поэтому есть выбор футболистов. Я думаю, что мы еще и, наверное, еще одного игрока успеем заявить к ответной игре. Поэтому я надеюсь, что нас станет больше и выберем оптимальный состав и проведем удачно эту игру. Как вас там клуба не обещала какие-то премиальные, если пройдете в раунд-плей-офф? Почему какие-то? Они все у нас были оговорены заранее, поэтому, так скажем, ребята пройдут дальше, получат свое.